приветствую вас ребятушечки так нам значит надо сбегать сейчас к райнару и к галахаду галахаду отдать книгу райнару наши все вот это вот редкое оружие да так райнарчик и галахадик они там по ходу все наверху сидят да вот райнарчик и ты братишашечка только змеевик за 250 золотых мы отдаем хорошо так галахадушка редких книг не подходит тебе до сожалению а ему не подходит туда покажи мне свои магические свитки тупая добрать у него принципе ничего знать что мы ему туда продаем проклятие масьяфа за 300 золотых так и у нас значит вот есть да вот этот лунные клинки 100 золотых больше продавать нечего до удал трошу панцирь и ползуна мандибулы ползуна до жало у одни магических вещи можно продать принципе зачем нам их двое правильно связка оружия еще интересно для чего она для этого для кого-то квеста масьяфа наверно скорее всего я так понимаю который мы типа не взяли да так эссенция демона не продается счет картуть метла зачем нам столько давайте еще может быть такой сейчас мелких вам по продаем потому что принципе эти вещи он косякова насколько смотреть эти вещи ведь тоже принципе вполне по продавать даже какую-то копейку мы набьем сердца демонов до черная руда мил мертвая плоть вот клешни этих ползунов походу и все да хорошо только змеевик мы продали к садиме полу как-то раньше мы проще находили прошу версии возвращения помните помоги то в долине рудников было если я правильно помню так теперь я бы хотел к стерео купить бы еще этот эликсир духа если честно но правда блин не на ради них не хватит чтобы и ловкость повысить на 5 эликсир духа еще себе купить потому что он стоит на тысячи полторы да ну да около того а у нас с деньжатами все не так весело прям скажем на серебре и золоте я сейчас так много денег принципе даже и не подыму я так понимаю сколько мы там может быть золотых может быть 500 максимум надо получим а то и меньше правильно вот 1480 нихера себе блин намного дороже да я че думал чтобы нам на меньше конечно продадим ничего себе и того у нас восемь девятьсот семьдесят четыре досущном пойди даже еще хватит на на все на это да офигительно так там нужен котел и нам нужна наша квартирка да так вот котел давай братишка щас себе наварим ханки а именно компоты о из лесных там я от мы себе забабахали отлично супы вот все мясные грибы для супа 7 грибных супов мы себе сделали так и варить похлебки мы на не можем да ну да ничего у нас нету хорошо блин до чего закачаешься дамы себе вообще офигеть мы себе еще и компотик сделали золотишко срубили сколько да где-то наш компотик да вот он 2057 хп у нас уже вообще охеренно хп у нас уже просто что называется хоть жопой жида ребят все больше и больше тогда сундучок сундучочек теперь фух что нам отсюда надо выложить что нам отсюда надо выложить да вот амулет тени потому что я же я не знаю может нам где-то еще пригодится мало ли что так это пускай все будет потом вот до танец двух клинков свиток массе афа да это пускай все будет хорошо кусок же за но может даже пускай тоже будет на всякий случай вот потом малая сенсор хи демона выкладываем сердца демонов тоже пожалуй выкладываем а вот ханжа еще какая-то блин странного вида темный прессованный порошочек о кстати можно попытаться его обуину отдать может он оценит как думаете а вдруг так мы вроде бы нам даже больше ничего выкладывать до как тишнига щипцы ну да наверно это и все хорошо да значит и давайте сейчас что давайте сейчас кабу кабуину к зурису до кабуину к зурису чтобы вы купите него ту херню да ну масья в классные локации в плане прокачки конечно я думаю с этим спорить никто не будет да если мы еще все квесты проходили как нам говорят братишки да кто-то вообще песня получается ну согласитесь сколько там всего и денег сколько разгутили и опыта да я чьи обучение уникальное растение по находили то есть жирно жирно вода узуриса полу точно должна быть эта хрень эликсир духа да вот у него есть ответ еще он стоит что давайте до чего возьмем натуре чтобы мутаген наш использовать да так как зурису натуре может быть участвую ганжу возьмет для ганжу баса себя я принес новый сорт табака о да ганджа да я не ошибся ты смотри что это такое тебе понравится ну хорошо давай сюда может у нас хотели как раз сиденье отдаст как думаете ну вставай вставай говно черт в чем дело будут еще опыта и как ты его приготовил пусть это останется моим маленьким секретом парень еще ни разу в жизни я не испытывал столь невероятных ощущений тогда можешь оставить его себе уж не примену это сделать забавная вещица только смотри больше никому ее не предлагай а то мало ли не к сожалению я них он нам не дал только 2000 опыта а мы же еще можем эти охотничьи трофеи по продавать пойти да да у нас оцените у нас нифига себе 35 чистых эликсиров жизненной энергии плюс то что мы еще сможем себе сделать да у нас 252 огненных стрел и тысячи с лишним таких то есть офигеть кстати как раз можно будет и огненные стрелы использовать против ледяного дракона да я думаю что нам даже хватит его запаса стрел 252 это почти 300 стрел я думаю должно реально хватить так что же это мы сделали зелье взяли давать это того что давайте туда сейчас короче говоря еще к охотникам отдадим нам им наши трофеи до к охотникам и где там этот альфред так это рафа а он распит еще еще жда еще десяти утра даже нету а он очень долго сюда спит вставай братишка до парочка трофеев вот все когти 266 золотых и все куйки и зубы 180 золотых и того у нас 7420 ну вот пожалуйста теперь давайте в башню к сардаса сейчас сразу себе забабахаем эликсир духа с мутагеном потом этих эликсиров чистой жизненной энергии забабахаем кстати интересно вот типа стражи пошли расчищать прохода они его типа когда расчистят то можно будет туда вернулся в эту локацию массе афа продам там делать то уже нечего я не спорю но все равно просто интересно даже в этом плане так вот мутагенные магические зелья эликсир духа мутаген это и так использовали хорошо потом лечебные зелья и вот чистой жизненной энергии да все еще три штучки себе сделали отлично так теперь нам нужен к сары чему по идее этим мечем отдать да да вот тебя могло бы заинтересовать это оружие так да интересная вещица но мне она не нужна так что лучше поищи кого-нибудь другого кто бы заинтересовался и блин ксарыч не взял я так понимаю что кто-то другой это наверное этот креол с одной стороны тоже вот вроде бы прикольно потому что не все надо отдавать к сардосу это было бы уже слишком как-то шаблон на что называется но с другой стороны пиздячих креолу довольно таки далеко это тоже целая история сейчас будет по правде говоря да так помолимся кстати одары бильяра вот на 50 у него что нибудь есть да вот выносливость можно увеличить мудрость и все ловкость надо сотка ну хотя блин а с другой стороны но ночью не выносливость повышать не просто же смысл особого народа же не туда я сейчас так смотрю а с другой стороны я уже убили арнера карму поднять особо и не смогу наоборот только опустить смогу потому что мы как раз идем мочить изговора нам по-любому за это карма убили ара упадет правильно почему упадет и думаю нехило ну да а выносливость в принципе чё это не самая худшая штука правильно то что когда мы включаем спринт и со спринтом бегаем и стреляем и звука то она тратится очень даже быстро давайте на натуре возьмем лучше ловкость да вернее выносливость почему бы нет теперь у нас выносливость 900 а со спринтом бегать и стрелять все-таки штука хорошая полезная так теперь что теперь нам в хоринис ну да это конечно это у креола в натуре эта хрень нам надо знать немножко что-то по продавать это золотых на 90 если я не ошибаюсь да а и выпьешь этот эликсир который мы себе сделали что я туплю да вот 304 у нас теперь мана отлично а у нас есть напиток ускорения кстати говоря белый ром можно по продавать грохт полно всякого такого говна нам надо круче она бить чтобы 7500 у нас было давайте до напиток ускорения так белый ром просто стоит панты честно говоря также как игров просто я в этом плане в смысле его продавать не вижу даже о драконе кори нам не нужен как раз 50 золотых кстати говоря отлично нам еще пять блин нас только один царский щавля осталось представляете капец ну и что дать продадим парочку этих лечебных травок что ли дало 7 511 все зашибись погнали туда сейчас себе еще на 5 поднимем ловкость да и что потом туда в рудниковую долину креолу да а потом короче вы поняли в эту хрень вот 305 ловкость у нас уже вообще закачаешься ну все вот я думаю что теперь чуваки в натуре хорош там уже баловаться я думаю что на этом все больше мы именно учителем поднимать себе ловкость не будем до будем теперь уже экономить себе на круге магии и прочие навыки то есть теперь если я сниму к примеру этот пояс удалось я сразу рыбный пирог еще с холом 336 даже у нас теперь ловкость до сохранимся то есть значит повторюсь если я сейчас допустим сниму пояс невозможно невозможно тогда все равно даже на доспех не хватает 4 ловкости прикиньте больно офигеть без пояса у меня ловкость всего лишь 296 офигеть чушь так мало ну ловкость при использовании доспехов воров 25 наверно блин знаете как то есть 15 так и 25 так то есть общей сложности на набуляют 40 ловкости видите ну да так и получается 336 да 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 то есть нам аж 40 ловкости этот ремень дает вы представляете это охереть чуваки и все-таки доспех архазира получается что он считается доспехом на ловкость получается да так у нас все у нас шер гарма у копьё стража до доспех архазира да получается что он считается доспехом вора потому что ведь какая хрень ой надо больше доспех приора масья флоры 4 завтыкал сундук погнали за час выложим блин так это даже не знаю честно я получается такая хрень ребята что наверно мы до того пояса никогда отказаться не сможем потому что я живу но это жесть я же дальше уже угну так прокачивать ловкость натуре не вариант потому что по 15 обучения тратить да и золото 7 с половиной тысячи ты все-таки не маленькие деньги да прямо скажем эликсировали ловкости так особо и не наделаешь до 3 до 300 то есть принципе мы еще прокачаем но вот именно что пользоваться этим шер гармалом надо 325 и честно говоря я не знаю это слишком сильно жестко а тем более если мы потом еще захотим это самое а тем более если мы потом еще захотим натуре воспользоваться самым крутым типа доспехом в игре до который типа вот самый крутой типа воровской доспех то это что же вообще будет жесть да сложно сложно давайте значит выложим этот доспех попьем воды будет телепортироваться в долину рудников в ту хрень да вот доспехи приора масьев хорошо до водички на дачу попить перед перед отходом вот у нас уже 20 процентов жажды до 4 чуваки такое предчувствие что мы наверно никогда до того пояс отказаться не сможем на самом деле потому что но я живу слишком много на ловкость добавляет аж 40 единиц то есть но отказываться от этого это полный капец ловкость наши и на наш урон влияет а поэтому да да и при спирате чего то есть мы его снимем сможем одеть пояс ну во всяком случае на данный момент вот лучший пояс который у меня есть это который просто прибавляет по 10 защиты к каждому виду защиты физические колющие магию и огня по десятке да то есть не сказать что этом какой-то такое большое значение которое там что-то будет сильно решать и в то же время просто натуре получается что снимать ради этого 40 ловкость в любом случае снимать ради этого 40 ловкости на ранее особый вариант потому что же ловкость у нас завод на урон влияет и чем больше ловкости тем больше мы уроним и звука так точно да да и копьем скорее всего тоже то есть и поэтому да и натуре я же я не представляю как мне так еще набить ловкость чтобы у меня хватало даже на 325 на шархар мал хотя бы до повторюсь не говоря уже еще больше значениях как бы вот вам надо давать за чуваки мы на этом короче паузу сейчас поставим и уже увидимся уже возле башни креола хочу еще к нему тогда сбегать да давайте кстати ребятки игра то не вылетела да поэтому часто я сейчас уже склоняюсь к мысли о том что наверное нам даже так и будет лучше так и бегать с этим поясом то есть то что я жену между до 300 мы еще там набьем ловкость может быть там даже до 310 а вот дальше я живу ну хрен его знает во всяком случае ли вот когда мы хранителем уже станем потому что хранители помните к этому выбираешь стихию тебе дается бесплатно там как какая-то ловкость то есть да вот возможно когда мы еще хранить хранителями станем то может быть вот тогда мы сможем себе такого шмачить ловкость это до 300 тех же 50 без всяких примочек то тогда еще до до этого момента я себе не представляю как мы будем это делать как бы вот да я повторюсь просто натуре отличие то видно блин и пока что я пояса лучше не находила этот пояс я же ну просто допустим по десятке нам дают каждому виду защиты не сказать что там прям так уж очень много учитывая то что здесь защита я вообще не вижу чтоб какую-то роль играла да потому что вроде бы мы блять доспехи все лучше и лучше берем да там то делаем это делаем а в итоге тебе как ебашили с одного с двух ударов так и ебашит блять а ворки шлеснулись я совсем забыл про эту хрень даже не знаю как правильнее просто пройти мимо них да может быть вот не знаю ей богу с одной стороны нам нужны деньги да с другой стороны на кой хер они мне сдались эти ворки хотя вроде бы их там не сильно много арестовалась а нет много может натуре поставить уму и пройти к той пещере так были час как пристали всех заново валить ты мразь закуска у меня даже черных орков как быстро уже он выносит давить опять-таки ловкость подняли и даже черных орков он выносим уже быстро у них у каждого по шкуре мракуриса было нифига себе а нас по идее до играет роль наш размер ловкость существом натуре там не так уж и много этих орков поэтому я предлагаю реально ну замочить их да и все просто выносим орков это жесть вообще я даже не думал что когда-нибудь такой момент настанем чтобы настанет что мы будем вот таки с такой вот легкостью да с такой простотой выносить их этих орков а этого мы обыскали да а нет не обыскали вообще как как детей каких-то выносим просто так вот еще и шаман хотя вот огнем они меня неплохо косают шаманчики их не да надо отдать должное так ну все теперь может сохраниться хоть еще можно будет взять этот квест помните там где-то в лагере паладинов кому есть квест на вот эту вот хрень драккор орков чтобы его потопить помните вот я протупил ай-яй-яй все отлично когда на драккор орков тоже вот к еще квестик себе взять пройти надо будет не забыть если что как раз и займемся наверное после разговора я просто так этого боя боюсь если честно со заговором да и я же я про него наслышан все говорят то что чуть ли не самый крутой босс вообще во всей игре и просто вот готовы ли мы у нас блин всего лишь 2000 хп да и да и так не сказать что мы там какие-то крутые да хотя лук насколько я понимаю этот широк армал это вроде бы как самый лучший лук в игре да и доспехи там никита просто писал то что у тела доспехи которая типа у гильдии воров вот и вот последние они типа даже ну в чем-то лучше но в чем-то и хуже поэтому там даже сложно сказать такие ли они хорошие как бы вот поэтому с другой стороны почему бы и нет просто получается видите пока ты не убьешь разговора ты не получишь доступ в шахту орков а именно в ней последняя сфера чтобы наконец-то уже мы стали хранителями да хотя демон шахты тоже говорят что очень крутой босс поэтому такие дела у давать сразу свет себе зажжем да потом достаточно темно мы что всех кого убили если я правильно помню да у вас свет пропал по ходу куда беда в том то что я честно я плохо помню а него кстати мы что-то не всех как раз еще перебили точно помощь там такой проходе кисть с сундуками да и мы там просто быстро пробежали потому что он был очень много скелетов а теперь как раз их можно будет поубивать и лишнего опыта срубить и сундуки типа обыскивает из не зря мы кстати говоря даже как раз решили сюда вернуться может быть даже и хорошо что нам в креолу нужно них ксарда сути мечи отдавать то есть и конечно еще в креолу потому что может быть окажется что и не он их берет бля там демон какой-то до призрака можно матчей смотрите этим луком правда честно говоря что-то не очень-то он и мочится я так смотрю блин ребят вы знаете если я взял он будет призывать именно вот таких вот призраков у которых по 2940 хп да то тогда я даже не представляю как мы будем их убивать во всяком случае без освещенных стрел да потому что вы сами видите у меня дал около десяти раз стрельну чтобы убить призрака то что там получается вопрос том каких именно призраков он будет вызывать потому что если вот таких вот призраков то это жопа я же я 1 он убиваю со скольки выстрелов до а он застрял там демон кстати а демона мы убиваем зацените четырех выстрелов офигеть так молот каменоносца так диван два лечебных экстракта эликсир маны сердца девана вот щитник мой любимый блять с этим и щитников с эти же как просто выносим да раньше мы щитником один на один тоннера не справлялись а тут зацените тут с щитником был еще один скелет и мы даже двоих сразу завалили до чего мы стали уже круче до чем раньше это просто капец противники которых мы раньше еле еле выносили мы их теперь вообще за них ер делать выносим удавить и эссенция маны эликсир маны то есть там не сказать что какие-то супер вещи но тем не менее тоже вещи которые вполне даже могут пригодиться да в общем я живу я даже думаю что все с этим разговором будет нормально лишь бы он призывал не таких крутых призраков как мы только что видели потому что если он будет таких призывает это реально будет грустно если честно да я же у него 2 900 с лишним хп и я его сколько раз по нему стрелял чтобы его грохнуть то есть он будет таких вызывать сразу по двое и при этом не надо будет как можно быстрее убивать перед тем как разговор чтобы не дать изговору сильно подлечиться да то это будет конечно да действительно что-то нереальное а если призраки будут какие-нибудь такие как все эти вот миньоны да то есть чуть-чуть все-таки послабее тогда нормально ну в общем время покажет да ребят как говорится это и вот эти скелеты немножко да давай выходить из той хуйни блоки свои ставите они напрягают они этим приколом пароль кстати еще можно было вы знаете даже что еще можно было ту пещеру дочистить которая помните была по квесту користом духа мага огня потому что мы же там только всех таких поубивали ребятам типа до основных некоторые туннели не осмотрели у нас во первых есть ключ это важница мы так и не поняли это ключ от лебедки был или это был ключ от какого-то сундука который там спрятан и вполне вероятно что там еще могли быть бы какие-нибудь соперники то с которыми нам было бы интересно подраться поэтому при этом можно было бы еще туда код вернуться но это я уже наверное сильно наперед забегаю ну походу теперь мы уже все смотрели во всяком случае похоже на то да вроде бы всех по убивали уже скелетиков до вернулись просто точно не зря я же тут и демон был и призрак и скелетиков он сколько в натуре хочу освещенные стрелы не заюзал натуре я чит протекал сейчас сейчас только вспомнил то что они уж у меня есть как раз против призраков я думаю неплохо бы сработало заодно оценили бы как они призраком урон наносят да а то наделать мы их наделали а пользоваться не пользуем 40 золотых кошельки и от печальника на самом деле так я че тоже потерялся если честно а вот вот там суда так креол братишка да вот смотрите тебя могло бы заинтересовать это оружие дай мне взглянуть на него вот держи так так да это интересная вещица я ощущаю в ней легкое присутствие темной магии беллера и правильно поступил что принес его именно мне в неумелых руках подобные вещи могут быть смертельно опасными ну хорошо и что дальше все очень просто этот клинок я оставлю у себя для дальнейшего изучения его свойств а если вдруг ты найдешь еще что-нибудь подобное приноси мне и можешь не переживать ну вот тебе еще я принес тебе еще ты 2000 золотых это за один клинок у мне 500 золотых дает чуваки прикиньте блин жалко что чтобы их так немного нашли да неплохенько неплохенько долларов так подрубили да да точно мы не зря к этому креол решили сбегать кстати там где-то еще пол были эти скелетики которых мы так и не убили вот тут дал тут мы забрали сундук а вот там вот наверху там пом были еще скелеты мы их не убили потому что они же там были эти щитники да да его тут же теперь там уже крутые ребята и справимся сразу с двумя в замку там пространстве хотя так просто ничего-то и нету да ну да тут просто татуя белиара мы уже были молились белиару поэтому ну зато срубили лишнего опыта и замутили кстати я проклятые мечи которые потом можно продавать да за очень даже неплохие деньги так ну чё теперь вроде бы все осмотрели что теперь нам теперь надо в город орков отправляться да я так думаю кстати хороший вопрос у меня есть можно ли отправиться в город орков отсюда у нас же даже телепорт есть помните да мне никита говорил то что этот вот телепорт у меня там где то есть где он там вот до подвосьмого не под десяткой до телепорт орков вроде бы его можно заюзать любом месте ты окажешься в городе орков отдавать сейчас попробуем я только на паузу члены адриха подальше поставлю а то вдруг игра вылетит и давайте попробуем нет слишком далеко да знаешь по идее мы должны сначала отсюда выбраться хотя бы а потом уже на него заюзать печальненько печальненько учитывая то что я еще херово помню дорогу назад блин ну да не зря мы решили натуре вернулся кривого я живу офигеть 2000 золотых опыта сколько до проклятого оружия котов по которой потом можно будет к сарычу опять-таки за денежки отдать неплохие в принципе да сундуки эти по обыскивали которые раньше тут не могли обыскать мы на 5 меня уже жажда практически мучает да пожалуй вот реально один из самых надедливых моментов в игре это и на момент жажды которые являйтесь у каждые три секунды практически ты уже опять хочешь пить и это реально с этим надо что-то делать а что непонятно я сделали по крайней мере то что ты выбиваешь нам допустим между какое-то определенное количество воды бутылок и у тебя там появляется навык то что он теперь меньше пьет или даже изучить чтобы можно было навык чтобы его так жажда не мучила туши ну это реально это лютый пиздец какой-то даже он буквально каждые пять секунд хочет пить так я уже был подумал что повисло сюда он так долго грузила ну а отсюда можешь надо удобно то есть сразу ну продал не в сам город телепортирует вход до возле входа ну тоже удобно реально чего базара 0 что удобно то удобно ой как мне страшно с этим разговором ребята реально пиздец а кстати еще херово помню блять а где этот разговор находится но они не разговора вход в этот блять и ебучий эту долину теней я же для меня это такой запарный момент найти этот вход сколько играю возвращение но никак дорогу толком запомнить не могу помню то что я где-то возле самого этого предводителя орков да и там где-то внизу пом какая-то херня или что там в общем сейчас будем раздупляться до офигенно то что настолько огненных стрел я же можно будет как раз на туре заюзать их против у ледяного дракона я же у нас почти 300 стрел я думаю ну как раз того хватит а и ваш огонь по идее должен так нихуево коцать я так понимаю так вот здесь куда поворачивать налево направо блять пол налево у них я так потупорыва был сделал этот город реально это капец вижу просто здоровенная пещера с системой лабиринтов что называется блять так честно я блять запутать здесь очень просто так читает не туда еду а вот что да пока его лишь это же дорога к этому правильно ну да это там уже фарок стоит ну вот блять все я потерялся тоже дорога к этому предводителю вот она правильно это что тоже фарок да ты фарок блять хуяра ну да вот уж он стоит а хотя с этим пол как ты выходишь потом вот сюда до прыгаешь точно вот 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 здесь все я вспомнил да и вот сюда вот да вот все отлично вижу как-то не то дать проход дарину тени вроде бы блять и не спрятали до настрой стороны так по пиздовато мы его сделали что при этом бренд сюда попасть это целая история чем нельзя блок это быть проще сделать расположение портала блять и не за прям где-то возле этого предводителя я что-нибудь в этом роде вот нахуя все было так усложнять блять пацаны как я щас очкуете драться с этим разговором это пиздец просто хочется чтобы знаете чтоб все гладко прошло до без заебов я прекрасно понимаю что от него не что этого не будет учитывая то что у него 75000 хп или сколько-то меня не помнили 80 а вот сюда наверно да и даже отуре 80 все это блять вряд ли пройдет для нас без боли до ребята телепорт сработал так 1632 ну чё теперь можно уже одеть бля меня жажда смучить я совсем забыл да и голод в принципе тоже давайте и схаваем мяска невозможно не нужно мне ваше блять оружие проклятый где-то моё вот копью стража до сохранимся тут в принципе основная задача это просто ну правда мне еще писали то что у него повышена регенерация то есть драконы и так ведь хилят неплохо хп да я думаю что вы все помните они реально там буквально блять ты убиваешь этих элементов это буквально блять 10 секунд наверное они себе за то время успевать тысячу или 2 хп восстановить то есть соответственно соответственно если сейчас блять этот разговор еще с повышенной регенерации если еще эти призраки будут реально такие как они в реале то есть две почти 3000 хп и убиваются так долго да даже из шер гормала то ху его знает ребят тогда мне реально страшновато так так как нему блять попасть только я считаешь плохо помню как в ту херню попасть еще саму да куда нам надо у его как-то так да или нет вот ху его не не помда полном наверх да точно полном наверх как-то надо а уже там уже там что-то такое бред и чувствует темно пиздец сейчас даже вроде будет еще день до 5 часов вечера но я сила нихуя не вижу блять а хотя тут уже светло ну просто то что знаете что получается он туре нам сейчас справиться с этим разговором и считайте что самая заебистая часть игры уже народа же позади получается да в большей степени да и вообще на уже большую часть возвращением это должен считать что прошли потому что туре на восстанавливаться только вот эту шахту орков зачистите про там еще ни разу не был не знаю что нас там ждет на не думаю что она будет сильно большая до завалить этого демона который тоже говорят сильный босс потому что все сферы у нас будут заняться саньяком кстати говоря до заняться саньяком и потом чего принципе херня уже остается до полного ся сюда так блять или нет пазл блять а они не все правильно вот вот да вот все мы пришли правильно отлично отлично блин так охеренно все расчищено идешь все по территории ни одного противника тебе до боделочь позаботился о безопасности этих краев ну и что мы делаем мы наверное вот что сохраняемся во второй слот или даже какой мы третий чтобы у нас была альтернативная сохранка если мы все таки со сговором не справимся призываем его до летит блять летит карлсон падла о конечно спать хочу пиздец а о разговорах уголок блять и долго мне тут парашечку смотрелся от участвовать и появится полу как их скелетики да 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 у скетики при себе обычные поэтому да поэтому не проблема так меня опять жажда мучает это какой-то пиздец а там еще скелетик смотреть он просто почему-то не солился самого начала по каким-то непонятным причинам так куда идти вот хули так темно блять у меня с работы час магия света правильно ну вот он говорит даже то что он ее вызвать не может потому что типа она работает вот я и факел зажег что нихуя не видно вообще вот куда блячу идти а он наверно туда да да вот вот сюда утрен зачем было так затемнять игру что реально блять ты вообще ничего не видишь бреда чуть ли не блять на ощупь идешь сюда да блять пиздец просто какой-то я же у меня и магия света и факел блять и все равно темно как в пизде у негра но реально блять и со сговором не смогу драться потому что я нихуя не увижу блять и не потому что он крутой до 75000 его хп сука чем так ссык от на пиздец просто талана затащим хули там блять давай мразь пиздец а я-то думал что уничтожил вас всех жалкие людишки так видишь ты немного ошибся и думаю что это станет твоей последней ошибкой значит своим беспокойством я обязан тебе простому смертному именно так оно и есть дракон и я пришел сюда чтобы снести тебе твою поганую голову раз ты сумел добраться до меня то очевидно мой верный слуга докат потерпел неудачу безмозглая тварь все надо доделывать самому ну что же я вырву у тебя сердце заберу душу а плоть разорву на мелкие кусочки это мы еще посмотрим кто кому вырвет сердце привет тебе от уртралла ах да я помню этого слезняка сам он не осмелился бросить мне вызов впрочем это не важно хватит попусту тратить время на болтовню пора заняться делом я уже чувствую вкус твоей крови герой зубы мечи мои когти копия мои крылья ураган я это пламя я это смерть спи-спи-зди спиздили из хоббита да блять эту хуйню мои когти это блять пламя о вернее мечи да это же из хоббита попиздили блять фразы сука долбоёбы еще маразм дал по мне дыхту огнем а и отхуя чего хер знает куда блять сука дебилы ебаные да вы в этом выпуске вряд ли его завалим я щас хочу просто проверить до скольки будет сложным сражение и не более чем где там этот ебанько пока что все то же самое что с обычным драконом непонятно хули он по мне попал огнем вот уже 70000 у него хп о чем кстати этот огненный дождь не кастует я чуть не понял что за прикол а у а зацените дракон дерется своим же этим блять со своим же призраком охуеть ой блять хуёво а бля ну пока все плохо я пока убивал его призраков то он меня уже завалил зацените да я пока убил его призраков то у меня уже почти все хп снес ну вернее восстановил себе почти все хп чё я несу блин да охуенно он с призраками дерется сам да он не меня варит а призрак а у него опять полное хп чё за бред какой-то момент пиздовато я не упаять чем прикол а сейчас он типа еще и лечится потому что видите да потому что у меня блин принципе виспеков что сражение то ведь такое же самое как с обычным драконом но у меня немножко подбешивает момент что он слишком быстро себя хп восстанавливает то есть я эти его призраки миньоны да ты блять я не это выношу принципе тоже вроде бы недолго то есть ну не дольше чем я выносил элементы ли у обычных драконов да но при этом помните обычные драконы то себе восстанавливали там тысячу 2 хп а у этого придурка было 69 68000 и пока я убиваю этих миньонов блять у него уже опять 75000 хп то есть я вообще я не успеваю ему даже тысячу хп какой-нибудь снести да из этого я вообще хуй значит я буду делать если честно с такими перспективами ну реально это бред какой-то еще какой-то прикол тоже конченый то что очень часто эти его призраки идут пиздить его самого при этом он очень долго их убивает а из-за этого а он же лечится да пока жив призрак он лечится безумными темпами и получается бреда с одной стороны прикольно тебя эти призраки типа как не трогают но с другой стороны пиздоватизм в том плане что да пиздец короче говоря и еще они очень быстрые просто видите допустим когда тот же обычный дракон призывал элемента ли элементы ли были медленные да и ты просто отбегал дракон по ним хуящего огнем то из самых косов и ты просто и звука стрелял пока не до тебя добегали ты их уже как правило убегал убивал да ну и разве что было печально когда у них был дальний бой дак там в принципе тогда еще были проблемы блять просто я чита натуре блин что мне такой страх что его не потяну а если его не потяну то получается все на нем видите все на сговоре просто держится получается потому что вход в шахту чтобы раздобыть последнюю сферу надо убить изговора да и и как бы все на этом держится и чтобы попасть в храм спящего надо убить изговора да то сижу получается то что все и сыньяк тоже чтобы с ним заняться надо убить изговора то есть получается что все держится на именно на сговоре и вот из-за этого я даже хизычу сказать если честно но в общем еще следующие выпуски попробуем я же в принципе и сражение это ведь даже не сложное то есть ничего такого там нереального нету я же меня просто напрягло то что почему-то я все время пока убиваю призраков у него уже опять 75 тысяч здоровья сношу я его неплохо за одну атаку он у него 69 из по 6000 хп ему за атаку это сношу то есть это реально даже неплохо на самом деле но я жду прикажу пока я убиваю призраков у него уже 575 тысяч даже там не 74 там не 74 с половиной а именно 75 и поэтому я даже хочу сказать то есть это походу чтобы с ним драться я должен этих призраков с одного выстрела убивать судя по всему а это пиздец полный а сколько можно инвентарь с а нельзя вентарь включить к сожалению ну ладно давайте ребятки мы на этом наш выпуск закончим а следующем будем пытаться с ним ебаться да я вам как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока а